Доброго дня, мы из Украины! Вот и начался долгожданный медосбор с подсолнечника. Основной взяток, которого многие из вас ждали. Многие в ютубе пишут, Евгений, долго вас не видели. Занят, работает, сейчас прихватила спину, но решил снять, так как, думаю, данное видео будет очень нужным. Значит, какая слаживается сейчас ситуация? Ситуация слаживается такая, что месяц был во многих регионах Украины безвзяточный период, пчелам практически нечего было кушать. И во многих начинающих встают вопросы, почему пчелы не идут в магазин, почему идут маленькие взятки и прочие вопросы. Очень хотелось снять данное видео по медосбору, как увеличить медосбор, но видя ту ситуацию, которая происходит, видя то, что происходит со взятками, хочу показать ситуацию на моей пасеке и немножечко рассказать для начинающих, как же все-таки сделать так, чтобы пчелы работали на медосборе и качественно забирать в них мед. Значит, первонаперво, каждый пчеловод должен осознавать то, что сушь, вот она, наша сушь, это золотой запас пасеки. Данная сушь у меня идет на выбраковку, не обращайте на нее внимание, но оттянутые соты, пчелы в них им есть куда слаживать мед. То есть, бывает так, что привесы идут от 2 до 8 килограмм в день. Пчелы приносят очень много нектара, перерабатывают его и им просто-напросто некуда его слаживать. И пчеловод должен в это время обеспечить пчел сушью, то есть запас суши. Вот в данном случае у меня магазины, они стоят в складе и когда приходит главный, основной взяток, я эти магазины достаю со склада и обеспечиваю пчел сушью для того, чтобы им было куда складывать нектар и в дальнейшем перерабатывать его в мед. Как же это правильно сделать? Значит, самая первая ошибка начинающих, когда у них пчелы не идут в магазин. Это часто бывает перерасширенное гнездо. Сейчас уже раение практически закончилось, его нет и можно не бояться и поджимать гнезда. То есть, как это делается? Это делается так. Вот допустим, представим, у вас идет гнездо на 10 рамок, но оно не полностью обсижено пчелами. Когда оно не полностью обсижено пчелами и вы добавляете сушь в края, пчелы начинают туда потихонечку нести, складывать нектар, но на магазин они не работают. Для этого, если вы используете корпусную систему, надо поджимать гнездо. То есть, сразу в начале взятка вы поджимаете гнездо, не расширяете его дальше. Пчелы в это время заливают гнездо нектаром и когда уже основная масса и все, что можно залить, они начинают срабатывать на магазин, то есть, поднимать мед вверх. Вторая сторона вопроса, это ульи-лежаки. То есть, ульи-лежаки, где пчелы залили уже все гнездо, обычно пасечники спешат откачать, чтобы матки было где сеять, но это все ерунда, они зальют его по-новому нектаром. Как туда правильно подставлять? Правильно подставлять, значит, смотрите край гнезда. Край гнезда это там, где есть расплод. Печатный, открытый, любой расплод. И в этом месте уже подставляете сушь. Желательно, конечно, подставлять ващинку. Ващинка вам даст отстроить новую сушь на будущее, выбраковать старую сушь, но при том, когда вы ставите ващинку, будет идти незначительная процентов 30 потеря медосбора. Но эту потерю медосбора ее зачастую можно компенсировать, компенсировать силой пчелосемей, компенсировать силой пасеки, компенсировать силой взятка. В принципе, лучше было бы отстраивать, если нет в запасе хорошей суши. Следующий вопрос. Значит, залили у вас пчелки верхний магазин. Верхний магазин полностью залит. Как же дальше? Значит, как я делаю? Я, допустим, из года в год, вот он магазин, в данном случае десятирамочный, делаю так. С краю ставлю три рамочки суши. Вот они у меня, три рамочки суши. Это для того, чтобы пчелам, пока они оттянут ващинку, которая находится по центру корпуса, было куда складывать нектар. То есть, буквально пару дней пчелы складывают вот этот вот нектар. Вот в эти вот шесть рамок. То есть, три с одной и три с другой. И за это же время, за эти два-три дня пчелы быстренько, им хватает силы, какая бы сила семьи не было, оттянуть ващинку, превратить ее в суш и залить свежим медом. То есть, такой метод, он не очень сильно отражается на медосборе, дает пчелам возможность полноценно его использовать и пасечнику дает возможность отстроить запас свежей суши для дальнейших сезонов, для того, чтобы в конце сезона выбраковать непригодные рамки. Еще какая ситуация сложилась. Мне очень жалко пчеловодов, пасечников, которые кочуют, перевозят свои пасеки и попадают на всевозможные гибридные сорта подсолнечника. Вот в данном случае на моей пасеке уже сейчас идет третий день медосбора. Привесы у нас идут до килограмма, я не могу понять причину и грешу на то, что это сорт подсолнечника. У меня когда-то пару случаев было в жизни, когда стояло в районе 20 семей на тысячи гектар подсолнечника. Пчел вокруг практически не было. Тысячу гектар цвели в два этапа, то есть отцвела первая половина, потом вторая. За этот момент, за эти там дней 15 цветения пчелы еле-еле сделали набрызг в магазин. Зачастую у пасечника может сложиться впечатление, что у него слабые семь, еще что-то. Значит, как было в моем случае. Я их перевез на основную пасеку, которая хорошо работала на медосборе. Буквально два дня и пчелы позаливали все магазины уже нектаром, то есть залили медом. То есть еще были случаи, тоже попадал человек, вывез пасеку с вышеставчего семей, год готовился, отстоял на подсолнечнике. Подсолнечник закончился, взятка нету. Часто мы грешим на погоду, а все бывает банально просто. Бывает, что это и не погода и не сила семей, а это просто подсолнечник, который слабо выделяет нектар. То есть определенные сорта гибридов, которые не выделяют, и для этого надо иметь на пасеке контрольные веса, обзванивать своих знакомых, спрашивать какая у них ситуация, чтобы понимать, что происходит в твоем, в данном регионе, где стоит твоя пасека. И вот сегодня, допустим, я проеду по своим тачкам и мы сравним три тачка. Я сейчас приближу камеру и покажу, какая ситуация происходит. То есть набрызг еле-еле. Четвертый день медосбора идет. Подсолнечник в активном цветении. Сейчас сниму, покажу поле. Гнездо немножечко подлито, но взяток идет до килограмма. Взяток очень слабый. Вот так сейчас выглядит подсолнечник. Это четвертый день цветения. Значит, если внимательно посмотреть, пчела присутствует. Подсолнечник где-то на 50 процентов уже отцвел. Как раз это самый пик, когда он должен выделять нектар. Думаю, еще дней шесть и данное поле уже будет заканчивать свое цветение. Тем более сказать, что у меня слабые семьи нельзя. Здесь, конечно, в основном хвосты, но эти хвосты уже на данный момент набрали свою массу. Многие видели в предыдущих видео, как эти хвосты уже срабатывали даже на акации, как пакеты срабатывали на акации. И вот в данный момент такая ситуация. Сейчас открою несколько семей к ряду и покажу, что происходит. То есть, вот, магазин практически сухой. Пчелы в магазин пошли, но в магазине пусто. Сейчас посмотрим следующую семейку и такая ситуация практически на всей пасеке. Четвертый день цветет подсолнечник. Значит, сегодня поеду по другим тачкам и посмотрим, что же там. То есть, пчелы сидят, а как такового, вот, центральный, центральный, возможно, немножечко подлит. Дальше пусто. Следующая семейка, это семья. Это семья, то есть, это не хвост. С нее забиралась акация и вот такая вот ситуация. То есть, сказать, что она слабая, что там нету пчел, это сказать ничего. Пчелы здесь есть. Все здесь нормально. Сейчас, если меда не дадут, работаю без маски, покажу. Ну, вот, центральная рамка. То есть, центральную рамочку начали подливать, но я считаю, что это, ну, это даже старый мед. Вот видно. То есть, это пчелы сидят на старом меде еще с разнотравья. То есть, разнотравья они взять смогли. Силы было достаточно, да. Мы оставили какую-то рамочку, а дальше вот возьмем то, что уже должно быть подлито нектаром. Как видим, пусто. Ну вот, немножечко, 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 надеюсь, видно будет. Ну, такое, грамм сто. И это центр гнезда. То есть, ситуация плачевная. И надо понять, это погода или это сорт подсолнечника. Едем сейчас на два оставшихся тачка. И что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что если сила семьи соответствует, да, три постулата, запас суши имеется, но медоносная база подводит, то иногда весь сезон у пасечника он идет на смарку. То есть, надо нос держать востро внимательно и понимать, делать так, чтобы эти три фактора совпали, потому что будет очень обидно. И целый год подготовки к основному сезону пойдет просто по-напросто на смарку. Еще что хотелось бы добавить, вот они клетки подсолнечника, если будет видно вдалеке, ближе ко мне. Вот такой вот должна быть она медоносная база. И, на мой взгляд, будущее это кочевое пчеловодство, тогда, когда вы можете пасеку перевозить в центр массивов и будете зацеплять разные посевы подсолнечника. То есть, медоносная база увеличится. То есть, поле отцветет не за неделю, там за восемь дней, а период цветения будет длиться до месяца. Это даст гарантированный медосбор, но, к сожалению, при нашей цене меда, когда мед недооценен и практически немножечко дороже сахара, кочевое пчеловодство, данный труд, он является практически нерентабельным. Цена останавливает украинского пасечника. Цена на мед останавливает в производстве большого количества качественного меда. Так как, если пересчитать рабочий день, количество пчелосемей, которые может обслужить пасечник, то на данный момент, я считаю, пчеловодство является нерентабельным. Многие просто по-напросто из-за безвыходности ситуации раздули, развели огромные пасеки, но в перерасчете на зарплату, в перерасчете на то, сколько сможет обслужить пчеловод, пасеки, еще раз повторюсь, в данный момент являются нерентабельными. Приехали на второй тачок. Здесь находится в районе 140 пчелосемей. Расстояние между тачками 15 километров. Значит, на этом тачке весов нет. Сейчас пройдем и просмотрим, какая ситуация на данном тачке. Значит, здесь подсолнух разновозрастной. Клетки мельче, но их больше. Больше клеток. Некоторые зацвели, некоторые еще нет. То есть, сорт подсолнечника не один. Сортов подсолнечника много. Пройдем подряд несколько общего семей и посмотрим, какая же ситуация в магазинах на данном тачке. У общего семья. Смотрим. Значит, ситуация схожая, такая же, как и на том тачке. Центральная пара рамочек. Заняты пчелой. Крайние, свободные. То есть, приноса минимум. Смотрим следующую. Немного больше занят корпус. Пчела уже пошла на магазин. Сейчас попробую, возможно, вынуть какую-то рамочку и посмотрим, какой у нас здесь идет принос. Ну вот, для полноты эксперимента берем вторую рамку. Значит, метка немножечко побольше, но все равно чувствуется вес минимальный. То есть, принос идет маленький. Сейчас пройдем еще несколько семей к ряду и сделаем свой вывод. Приготовил еще пару семей. Значит, смотрим на следующую пчелосемью. Пчелы в магазине присутствуют. Ну, визуально, не буду доставать рамки. Я вижу, что приноса минимум. Следующая семейка. Так само. Пчелы в магазине присутствуют. Здесь, видимо, магазин стоит уже давно. Вон вижу вторую рамку запечатанная. Но, если глянем дальше в центр гнезда, видимо, перемещали рамки. Приноса нет. То есть, рамочки не раздутые. Принос идет минимальный. Приготовил еще пару пчелосемей на этом тачке. Значит, по одной, по двум, по трём судить нельзя. Но тоже доставать не буду. Видно, что пчелки на магазин пошли. Магазин практически сухой. То есть, принос идет сейчас на данном тачке, так же, как и на предыдущем, минимальный. Следующий магазин. Так само, видим, пчела присутствует. Рамочки не раздутые. То есть, принос идет минимальный. Сейчас, даже ради интереса, выемем рамочку. Вот, им не нравится. Видимо, что-то обрабатывалось. Не нравится. Пчелам, возможно, погода не нравится. То есть, как видите, вот, идет агрессия. Жалить не жалят, но бросаются. Возможно, пчелам не подходит погода. Ну вот, магазин есть. Пчелки там есть, а рамочка сухая. Последующие рамочки тоже сухие. То есть, пчелы на магазин пошли. А принос идет все-таки до полукила минимальный. То есть, пока что по двум тачкам склонен судить о том, что все-таки погода. Погода на данный момент не соответствует массовому хорошему выделению подсолнечника. Приехали на третий тачок. Значит, на данном тачке у нас присутствует 12-рамочный дадан с магазинами. И присутствует 10-рамочный рогатый уль с магазинами. Данный тачок находится в 15 километрах от первого основного тачка, на котором находится 70 семей. На данном тачке порядка 130 пчелосемей. И находится в порядке 3 километров от второго тачка, на котором мы только что вместе с вами были. Сейчас пройдем и просмотрим, какая ситуация у нас в 12-рамочных и в 10-рамочных даданных магазинах. Как видим, пчелки на магазин пошли, но крайние рамки еще пустые. Сейчас выему третью с краю рамочку. Как видим, идет неимоверная агрессия. Не знаю почему. Видимо, погода все-таки не дает нашим пчелкам хорошо сработать сейчас на медосборе. То есть, судя по лету, как бы лед есть, а судя по меду, вот как видим, меда минимум. То есть, могу уже сейчас предварительно сделать вывод, что взяток сейчас слабый. На таких расстояниях, это в основном, я так думаю, из-за климатических условий. Вот следующая семейка. На магазины идут слабо, потому что или перерасширенное гнездо. Но я, в принципе, свою пасеку знаю. Больше всего, что гнездо не перерасширенное, а гнездо пустое. То есть, период, месяц, который был без взяток, гнезда были более-менее сухие. И был безвзяточный период, гнезда было сухо, сейчас несут в гнезда. Честно говоря, я сегодня проверял, в гнездах пару рамочек 0,03 меда есть. Ну вот, в принципе, такая до килограмма крайняя рамочка. Кстати, вот еще, как сегодня говорил в видео, если видно, там составная. То есть, гнездо здесь поджато на 11 рамок. Если бы я его растянул на 12, то несли бы мед в гнездо. А так как мне его нужно забрать с магазина, то, как я сегодня сказал в видео, приходится поджимать гнездо. Ну, будем продолжать смотреть дальше. Еще не нужно списывать со щитов обработку полей. Вот то, что творится перед летками. Вот пчелка. И эта пчелка, это объяснение агрессии пчелосемей. Я приблизил. Вот, как видно, это пчелка, которая погибает от ядов. Возможно, пассивной материал обрабатывался. То есть, это яды, неокотиноиды, которые очень долго сохраняются в почве. А подсолнух он достает очень глубоко, до метра в глубину. И вот такая вот ситуация приводит к тому, что перед летками мы видим вот такое вот состояние. Оно не критическое, но, тем не менее, оно действует на центральную нервную систему пчел. И небывалый случай, в данный момент, как я вижу, пчелы проявляют агрессию. Сейчас, если получится, сниму более детально. Ну, то есть, ситуация, в принципе, пчелы агрессивная. Погода погодой. Не знаю, посмотрим еще недельку. Как видите, активно лед идет, семья активно работает. Но, тем не менее, это то, что мы имеем перед летками. И давайте говорить правду. Давайте не скрывать, у многих на пасеке это есть. Я вам показал, по примеру, своей пасеки. Сейчас открыл три семейки подряд, десятирамочные доданы. Посмотрим, какая ситуация в них. Вот, поднимаем холстик. Но, как видим, пчелка есть. Ее минимум. Рамочки не раздутые. То есть, принос идет здесь минимальный. Смотрим дальше. Следующий. Здесь подлито лучше. Вижу, пчелы не в настроении. То есть, что-то на них действует. То ли погода, то ли обработка полей. Этот данный магазин подлит лучше. Видимо, он стоял раньше. И его подлили уже давно. Еще одна семейка. В принципе, ситуация такая же самая, как и в 12-рамочных доданах. Вот, как и на той пасеке, на первом точке, с которого мы начинали сегодняшнее видео. Значит, вот вощинка. Видите, какая агрессия идет. То есть, возможно, или погода, или идет обработка полей. До взятка с подсолнечника такой агрессии не было. Ну вот, еле-еле-еле идет напрыск. То есть, можем говорить о том, что причина не сорт подсолнечника, а все-таки погодные условия. Так как мы сегодня вместе с вами были на трех тачках, посмотрели на разных расстояниях, в трех разных местах ситуацию, и видим, что ситуация примерно схожая. То есть, это не сорта подсолнечника на данный момент, а на данный момент это погодные условия, которые не дают пчелам хороший взяток, хорошее выделение нектара с подсолнечника. Это видео было специально отснято для моих подписчиков, для коллег, потому как многие сейчас переживают. У кого-то идут приносы 3,5-4 килограмма, у кого-то, как у меня, в данный момент 500 грамм и не более. Для того, чтобы понять ситуацию в разных местностях, на разных тачках, я показал по примеру своих трех тачков ситуацию реальную, которая происходит сейчас, что сейчас творится, и чтобы многие не переживали, понимали, что в принципе на данный момент это погодные условия, взяток еще будет, не нужно переживать. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписывайтесь на канал, до новых встреч!